В преддверии профессионального праздника медработники республики получили очередную партию средств индивидуальной защиты. В Зеленчукску, Адагихабульску и Сжигутинску районы больниц их доставили активисты ОНФ республики. Подробности Оли Буташева. Маски и перчатки, специальные костюмы и бахилы, респираторы и защитные очки. Всего более 4000 экземпляров. Коробки со средствами индивидуальной защиты волонтеры погружают на носилки. А медицинский персонал доставляет ценный груз в карантинную зону лечебного учреждения. СИЗы, переданные активистами ОНФ в рамках всероссийской акции «Взаимопомощи мы вместе», обретают особую ценность в период пандемии, говорят врачи. Хочу поблагодарить от администрации больницы, от коллектива больницы за оказанную благотворительную помощь. И нам все это очень пригодится, потому что у нас очень большое количество населения, которые обращаются к нам за медицинской помощью. В среднем человек 60 за сутки у нас проходит через прием на смотровой бокс. Из них половина заболевших. Больше чем три месяца в рамках волонтерского штаба мы занимаемся помощью людям населению. Акция, в рамках которой этот штаб вообще открыт, называется «Мы вместе». Если открыть сайт «Мы вместе» 2020.рф, вы увидите разные способы взаимодействия людей, разные способы того, как во всей Российской Федерации люди помогают друг другу. И именно в рамках деятельности этого штаба, этой акции, мы попросили данную помощь в СИЗах для наших лечебных учреждений. В Усть-Жигуте все полученные средства индивидуальной защиты направили в ковидный госпиталь, открытый на базе лечебного учреждения. В фоне того, что обеспечиваем мы по линии Минздрава всем СИЗами, всем средствами индивидуальной защиты, мы в полном объеме обеспечиваемся, конечно, помощь нам не помешает. Да, все эти средства индивидуальной защиты, они нужны, и они нам пригодятся в нашей дальнейшей работе. Сегодняшний день мы собираемся открывать госпиталь на 170 коек, новый ковидный госпиталь, который будет на нашей базе располагаться. И я думаю, все это нам пригодится для дальнейшей работы. СИЗы были доставлены волонтерами и в Адагихабльскую районную больницу. Наличие запаса средств индивидуальной защиты позволит врачам увереннее бороться с инфекцией и возвращать здоровье пациентам. Али Баташев, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия.